Такой у меня друг-патриот. Вот я такой ни у кого не видел. Я сейчас тебе дам, брат. У меня много. Первое то, что сделать, сделать вот это. Мы производим новые сувениры. Потому что отсюда все началось и страх. Поэтому ты машину подаришь. Да, да, да. Наказание, пусть это будет штраф. Пусть будет гораздо больше. Легко сказать нет. Легко сказать не получилось. Легко сказать, что это вот так. А трудно сказать, что получится. Трудно сказать, что да, я это сделаю. Ты сегодня не к тому человеку обращаешься. Почему ты продвиняешь страну на 40 лет вперед? Да, да, да. Этих детей, которые еще не родились. Из-за того, что убенок взял камень и бросил в тебя. Да, дорогой друг. Я тебя жду уже. Ты где? Чувствую, я на тебя. И вот этого друга мы сейчас будем снимать. Все, мы вас ждем. Я включил. Не включил. А, все, включил. Да, красота, что ли. Кто ты? Где ты? Кто ты? Где ты? Ой, какой красивый парень. Постригся, побрился. Все, красавчик. Ты тоже с тобой? Да. Привет, брат. Привет, брат. Хочет болтать, понимаешь? Да, да, ты уже хочешь болтать. Ты уже настроился, да. Короче, дорогая, это мой друг, ты его уже знаешь. Мы сегодня его снимем. Пообщаемся с ним. И так как мне интересно, чем он занимается, я хочу это показать всем. Да, говорили. Мне тоже. Как ты себя чувствуешь? У моей малышки сегодня шея болит. Она там простудила или не знаю, как-то продула. И все. Сейчас ходит и еле двигается. Да, моя маленькая принцесса? Вот мой друг пафосно подъезжает. Смотри, смотри, какой парень. Смотри, какой парень. Что за человек? Что за белый мерс, белая футболка. Красиво, одевайтесь, сэрап. А вот так эти вещи люди тоже купят. Привет, дорогие. Какой у меня друг патриот. Вот я такой ни у кого не видел. Я сейчас тебе дам, брат. У меня много. У меня есть фигра. Давай, ждем тигра. Зам, закрой, чтобы тигр не бежал. Привет. Кошелочек, привет. Ой-ой, ты сразу увидел всех, да? Ты сразу хотел внимания. Ты красивый тигр такой, да? Ты красивый. Мы уже знаем тебя. Пришел папа твой, да? Это дизайн-студия. Это клетка тигра. Тигр чуть не убежал. Ой, как хорошо нам. Ти-и-и. Ти-и-и. Ты не любишь, да, когда тебя трогают? Ты не любишь, какие лапки красивые. Все, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогая. Просто делаем с утра. Надо первое то, что сделать. Сделать вот это. А что это? Расскажи в двух словах. Это уголь. Это уголь. Разжигаем. Разжигаем. Уголь и делаем шашлыки с утра. Все, пришли, да? Хонг-бут на русском как? Благовония, да? Нет, это не благовония. Ну, благовония, да. Ну, типа благовония, но это мы в церкви покупаем. Это церковная штука. Короче, те, кто знают, знают. Это хонг. Хонг, это благовония. Мы не знали. Да, я русский институт. Ты знаешь. Я русский институт. В общем, утро начинаем вот так. Разжигаем благовония обязательно. Доброе утро всем. Пожелаем. Как это называется? Процесс, как называется? Процесс, смотри. У нас в Армении принято, что это все делать или в церкви, или на кладбище. Но у нас, ты же знаешь, мы с сестрой работаем. И столько всего мы разузнали, что, я не знаю, раньше наши деды, прадеды, они просто вот я как встретил вас сейчас вражок и добро пожаловать, пожелал хорошего дня нам. И все. Да, это как утро начать. Утро начали, пожалуйста, вы тоже киньте. Сестра. Да. А так у нас, знаешь, поверь, люди знают, что обязательно это или в церкви надо, на службе или в му-бе там. Да, после того, как мы с тобой встретились давным-давно, там, когда ты только эту традицию вводил, ты мне еще дал, помню, вот эти ароматизированные. ароматизированные, да, я их тоже начал дома разжигать и мне нравится этот процесс. И смотри, утром началось, все вокруг знают, сейчас у нас запах, Арсен приехал, понял? Да, да, это так, как еще и намек такой, что я здесь. Сейчас у тебя, если к тебе идет, здесь что-то есть, понимаешь, магнитное, он притягивает, очищает и уходит. Не, 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 очищает и уходит. Давай мне шея болит, все чувствует меня. Скажи, ладно, в двух словах, это Арсен Малик-Сетян, создатель компании 47 Design. Кто ты? Мы этот вопрос уже задавали. Это не... Не, 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 ну скажи в двух словах, чем ты занимаешься? Я знаю, что мы только проснулись и... Да, мы еще кофе не пили. Время такое, в двух словах, а потом пойдем кофе делать. Да, меня зовут Арсен, я твой друг, давно уже. Да, мы дружим с детцем реально. Лет 15, брат, я тебе. Нашел я тебя. Занимаемся сувенирами, занимаемся медалями, занимаемся серебром, занимаемся подарками, создаем подарки. Кошка убежит сейчас. На, раз. Иди сюда, это вас тоже. Кстати, вчерашняя чашка, которую я кофе пил, это вот он подарил. Я ссылочку прикрепил тогда, вчера, под видео. Сегодня будут все ссылочки, связанные с его деятельностью, в описании. Так что переходите, смотрите, изучайте. Тут очень много про Армении. У тебя новый телефон, брат? Нет. У меня тоже жена подарила. А, ты хотел показать, что у тебя новый телефон просто? А вы же там, мы должны были спросить, о, у тебя новый телефон. О, у тебя новый телефон, ну что что? Да, такой же, как у тебя, брат. У меня был iPhone 7, я сразу с 7-го 14-го. Представляешь, у меня, я не понимаю сейчас много чего. Он так быстро работает, да? Я не представляю, я не знаю, что как он. У меня была четверка iPhone, я потом мне покупал пятерку, шестерку и специально ждал семерку. Я хочу сказать, что он не на этой машине катается, на которой он приехал, это не его машина. Я обожаю его тачку, сейчас покажу быстренько. Клип сразу поставишь, мешок лип. У меня такая машина, что у него даже есть свой клип. Знаешь, как у нас брат пришел. Миш, привет. Миш, привет, брат. Очень прекрасно в Армении жить. Скажите, что это неописуемо. Каждый день купаться питьевой водой, брат, ты что? Где это можно, где это вообще видно? Кто еще слышал такое? Питьевая вода, включаешь и купаешься. И питьевой водой. А в фонтанах? Вчера ходил, дети пьют с этих фонтанов. Слушай, я смотрю, дал бы все дети пьют. Да, да, да. Ну, прикольно, это хорошо, это классно. Это в Армении, прекрасно. Ну и вот так прошел. Все. Пойдем кофе сделаем? Да, давай. Кофе сделали. Я хочу еще разочек показать эти стаканчики. И пусть мой друг расскажет идеологию. Итак, пожалуйста, идею по поводу стаканов. С этого начнем. В чем был прикол? Ну, стаканы все делают, например. Да. Стаканы все делают. Все можно напечатать на стаканах. Но идея пришла такая, что в большинстве случаев стаканы держим правой рукой. И когда ты пьешь свое, да, у тебя есть какой-то напиток, да, у тебя есть время, как это выпить. А почему не напечатать здесь историю? Почему не напечатать на обратной стороне историю, которая всегда у нас в стаканах, то есть она... Через голосами. Да, пустая, да, никто здесь ничего не делает. И потратить это время не в рилсах или что-то такое смотреть, а просто прочитать и узнать, пора это. И, то есть, передача информации, используя под рукой, что есть. Вот, мне кажется, хорошая идея, которая пришла в 16-м году. И наши стаканчики все вот с королевой. Вот серия королей и королев. Серия Матери Овцах. Это мой хайостан у нас, это мой стакан. Это я белое так прицепил здесь, чтобы никто не пил, да, из моего стакана. Чтобы вы все знали, мой, да? Да, я уже понял, когда ты нам делал, что это мой. Материал, да, где как, чтобы сахар положить, а где если сахар посыпать, нет? То есть, там целые коллекции, цари, да, идут. Цари, царицы, это в 16-м году мы начали, это еще продолжение вот этого, из серебра мы делаем вот Айкна Апэд. И пропаганда истории не только заключается в стаканах. У нас еще есть там серия блокнотов, серия вот Эджан и Шан, как сказать? Закладочка. Закладочка. Да, ты мне дарил, кстати. Между прочим, я читаю книжку, я ее пользуюсь. Какую книжку ты читаешь? Ту, что ты купил про богатство. Про богатство. Про богатство. Я забыл, как книга называется. Думай и богатей. Думай и богатей, вспомнил. Думай и богатей, да. И вот, и продолжаем. Ну, мы работаем с нашей историей, потому что у Армян настолько старая, настолько много историй у нас, что мне кажется, в моей жизни не хватит, чтобы я все вот об этом дал людям и рассказал, и показал. Ну, это очень интересное дело, потому что многие не знают просто свою историю, в данном случае армян. Я сам не знал, брат. Армянскую историю, да, я не буду брать. Я сам не знал. Я с вашим интервью всегда говорю, вот сейчас тоже скажу, Паврон Хадатсам, почему вы столько всего нам не рассказывали в школе? Я даже помню в школе, у нашей книги, которые были, там только буквы, вот сейчас мои ровесники, да, вот вспомнят, слава богу, сейчас как-то по-другому, да, вот, там только буквы были, понимаешь? Нельзя читать книгу истории, проходить историю, а там только буквы, понимаешь? Там картинки должны быть. Визуализировать что-то. Особенно дети, дети вообще должны понимать. Впечатлительные такие. Вот мы книгу создали, вот, кстати, с музеем геноцида, 1915 года, геноцид армян, который был, да, вот мы 70% там использовали фотографии и 30% текста. Отборочный текст, который был, да, конечно, чтобы люди, конечно, должны читать. Да, да, да. Это обязательно, но, кроме этого, надо, чтобы хоть что-то и показать, вот. Смотри, как она лежит красиво. Дело было. И с 18-го года создаем медали. Идея прошла такая, что, как бабушки наши кидают, да, вот, оставляют что-то нам, и мы потом передаем это, да, как великую, семейную, да, вот. И мы создаем медали, ссылочки посмотрят все наши медали. У тебя есть эти медали, чтобы ты сейчас хотя бы один нам пример показал? Да, без проблем, сейчас покажу. Давай. Вот, например, медали «Столетие Красного Креста», мы выпустили с ними. Еще какая упаковка красивая. Да, наши дизайнеры делают. Осо, привет. Осо, привет. Силечка на Осо будет в описании. Крадем работников. Да, это наши, он, это рисовали «Столетие», вот, вот видите, как меняется одежда людей, да, это за 100 лет, как они менялись. Здесь «Красный Крест», который работал, да, мы еще дизайн вот книги их не сделали, вот. У нас такая красивая картина получилась, что мы еще дизайн книги сделали для них, вот. Здесь у нас 55-летие «Атомная электростанция», «Атомная электростанция», «Атомная электростанция», «Боже мой, да, ты мог это все забыть, да». Как быстро просто информация оттуда сюда. Здесь идут «Брюсова», 85-летие мы выпустили с ними медаль. «Брюсов» — это где сестра наша училась, Клара. Привет, Клара, ссылочка в описании. Ладно, это мы смеемся, шучим. Альберт, мы для их семьи выпустили медаль, Альберта все знают. Боже, как красиво, это прям индивидуально для людей, да? Да, это для семьи, для их музея сделали, это не на продажу. Супер. То есть можно даже так заказать, если кто-то хочет, что-то конкретное для себя, правильно? Ну, для себя, но не в одном, у нас в основном проекте, что она в одном экземпляре у нас не получается. Да, у нас просто времени нет. Все, это да. Это Арктиштейт, 2800-летие Еревана, мы выпустили с музеями медали 2800 штук. Кстати, все медали почти продаются в разных музеях, в банках. Во всех музеях. Во всех музеях, в банках, рядышком Сарарат, Арарат банк, вот наш, который есть. Мы когда будем выходить, я покажу. Вот сделали Святой Григорий Просветитель, это из золота, есть еще и серебра. Ой, а можно посмотреть это? Да, вы в банке увидите. Мы зайдем в банк, там покажем. Красиво показано. Вот эта серия наших королей и королев. Вот видите, это Анаита Ства Цуги, это Тарири, это мы сделали в музее Рабуни, это Паранзем наша. Это то, что я вам показывал, вот это. Паранзем это ты, который мне подарил чашку, я пью. Да, да, это я подарил. Я пью вот чашки царей. Это наши короли уже идут, вот. Это у нас вот Святой Григорий Просветитель, это из серебра. Получается. В общем, все интересные, все очень интересная продукция и необычная, все связано с историей Армении, а не просто какие-то типа сувениры. А изначально, я помню, с чего все началось. Расскажи в двух словах, как все это началось. Да, ту-ту-ту. Надо тебе показать, значит. Давай. У меня есть, если честно. Да. Да, у меня дома есть коробочка, где находятся подарки от тебя. Да. Я серьезно говорю? Я еще хочу показать, вот у них вот в таких все красивых деревянных коробках опорных. Чьи продавали, да. Чьи тоже были у нас. Вот чашки, которые он нам подарил, тоже были в таких больших коробках. Деревянных. То есть там деревянных, да. То есть я, например, еще и коробочкой пользуюсь. Она у меня там такая красивенькая. Все. Я не пользуюсь, но я вот с этого все началось. Все, пошли. Пошли на улицу. Кошку бежала. Кошку бежала. Все, что происходит, все равно. Кошку бежала. Нет, смотри, как ждет. Поздел у тебя твоя кошка. Король, король. Вы понимаете? Люди не рассказывают, не понимают. Собака, да, базара нету. Собака, собака. Ну, собаку надо сделать собакой. А это король зверей, понимаешь? Генетика. Да, да, да. Ты моя генетика. Ты моя генетика. Лежите, не поймут. Так, история ту-ту-ту. Мы тогда еще не были с тобой знакомы. Он мне звонит в Москве. Я нахожусь. Говорит, есть такая тема, короче. Мы производим новые сувениры. Называется ту-ту-ту. Типа все скучат. По стукиванию по дереву. Да, по стукиванию по дереву. Это наша армянская, как скажем, традиция. Ну, а я потом узнал, что по всему миру это принято, потому что суверенность людей очень много. Все это фут-фут-фут делаете по голове. Да, да, да. Я рассказал всю эту тему. Тема в том, что все произведено из натурального, из не натурального, какого дерева. Из того дерева, по которому гласить, что надо и постучать. Это по конкретному надо? Есть историю, да. Мы прочитали. Есть история. История говорит, что надо обязательно стучать по дереву, на котором растет фрукты. То есть по фруктовым деревьям. Все. Слушай. А не просто типа поесть дерево и все. Вот этого я никогда не знала. Да, да, да. Пришла так, что в машине все даже стучим, да? Да, да, да. Да, да. Проедем. А потом я понял, что это... А, здесь. А это же пластика все. Да, да, да. И понял, что живого ничего нет в машине и создали вот дерево. Да, это было в четырнадцатом году. Ты в Москве был. Вот. Это первое. Первое, да. И типа смотри, идея в том, чтобы приклеить машине в какой-то части. Слушай, какой прикол. Это же надо додуматься до такого. Да. Армянин что-то. Молодцы. А еще знаешь, Русан, что я подметила? Говорит, я думал, тут в ту это только у нас делают, а потом я понял, что это по всему миру. Я хотела сказать, что у вас даже мышление такое, что все делается только у нас. Потому что отсюда все началось сестра. Верю, верю я тебе. Верю. Я даже ноль прошел вот так, понимаешь? Вот так. Вот так прошел ноль. Не, молодец, молодец. Мы начали продавать это в четырнадцатом году. Создали продукцию 47, которая началась. И в следующем году нам будет 10 лет. То есть мы как-то сказать, вот сейчас вопрос могут задать, да, вот вы работаете с крестьянством, да, вот с историей, да. А это же суеверие, да, вот так. Все началось с этого. То есть свое время было суеверно, как у нас горны, да. Вот едешь, это же не храм. Это не храм, по сути. Да. Это как фундамент христианства, да, которое потом построено на этом. Поэтому мы построили в четырнадцатом году. И в следующем году нам будет, да, нам будет уже 10 лет. Прикольно. Будем отмечать. Да, обязательно. А у тебя есть весла такая? Нет, да? Нет, такой нет. Спасибо большое. Еще у меня нет машины, брат. Нет, но не обязательно, это может на рабочем месте. Нет, я думаю, в машине будет нормально. Я думал, ты машина подавится. Да, да, давай, да. Автомобиль. Видишь? Автомобиль. Да, тот, на который ты приехал, нормально подходит. Да. И завтракал. Йогурт. Вот завтрак. Это очень большая проблема. Тут все не привыкли завтракать, но всех призываю, чтобы обязательно завтракали, обязательно старались хотя бы минимум правильного образа жизни ввести в свою ежедневную практику. Я жду, вот ты правильно говоришь, мой брат, ты шикарный спортсмен, я всегда это тебе говорил, и пожалуйста, открой вот эту рубрику наконец-то, чтобы я хоть здесь занимался, работал, но я знал, что я могу пять минут. Ладно, давайте сделаем так, сейчас я включу тут ролик, посмотрите этот ролик и еще разочек, если набираем 3000 лайков на это видео, то мы запускаем канал про спорт отдельно. Давай. Многие думают, что завтра они наконец-то изменят все. Наконец-то начнут новую жизнь, что завтра они преодолеют себя, что завтра они займутся собой, что наконец завтра сделают то, о чем так долго мечтали. мы постоянно выбираем между завтра и сейчас. Но дело в том, что завтра нет. Я хочу сказать просто одно. Тяжело будет всегда, никогда не будет удобно, легко или просто. что-то. Нужно действовать сейчас. Только сейчас есть время что-то изменить. завтра нет. Завтра нет. это сильный патриот. Я хочу, чтобы многие научились мыслить и думать как он. Вот мы приехали сюда из другой страны. Он нам сказал одну вещь и мы над этим задумывались, что мы там сколько времени, по-моему, последние 4 месяца были в другой стране. И он говорит, все, вы должны отдать дань своей стране. Как минимум 4 месяца пробыть тут. И вот эта идеология нам как-то запала голову. И задумались над этим. Мы не хотели это принять, но так получилось, что мы больше уже тут находимся. И никуда уезжать не собираемся даже. Да, да, да. Я хочу, чтобы этот патриотизм был у всех армян. И не только армян, но у людей. Не только армян, да. Каждый должен любить свое. Но в данном случае я хочу, чтобы армяне приняли и понимали, что они армяне. И вот вопрос к тебе. Один маленький. Как сделать так, чтобы наша страна стала лучше? Каждый должен работать. Каждый должен обязательно работать. Потому что работа, самое главное, которая поддерживает страну. Надо работать, надо трудиться. Надо в первую очередь любить свою страну. А потом себя, свою семью. И вот эту дань, которую ты сказал. Это вообще это слово «люблено». На русском всегда оно хорошо звучит. На армянском «турк». На русском очень красиво звучит. Дань. Вот дань дать земле своей. Потому что, смотри, мы как-то вот, я так смотрю. Мы родились в Армении, да. Ну, каждый родился в своей стране. Как будто, знаешь, воу, мы родились, все, все. Мы уже взрослые, все. И ничего не надо. Ему давайте только о себе думать и все это делать. Но нельзя так. Эгоизм. Эгоизм, да. Надо в первую очередь. И когда ты в первую очередь думаешь о своей стране так, как думаешь о своей семье, природа вас благодарит тебя за это. Знаешь? Отблагодарит и твои дела. Обратные эффекты. Да. Твои дела будут хорошо идти и все делать. Потому что, знаешь, если в моей стране будет плохо, зачем, чтобы у меня было хорошо, брат? Вот скажи мне. Вот я тебе услышал. А теперь вопрос в ответ. Вот ты сказал, нужно работать, да? Почему вот все, ну, все это может очень громко звучит, но, ладно, большинство в Армении к своей работе относятся неответственно. То есть они знают, что я работаю, я сотрудник там какой-то компании, но они неответственно относятся к своей работе. Кто-то там опаздывает, это в большинство случаях. Кто-то знает, что мне нужно этот материал там сделать, я этот материал сделал, но не сейчас. То есть нет понимания, дело важное, дело срочное. Человек должен любить свою работу. Человек должен любить, если человек любит себя, он должен любить свою работу. Если человек будет любить свою работу и на своем месте он будет делать свою работу на все сто процентов, поверь, он даже он сам не понимает, что если он будет вот месяц, вот пусть попробует, пусть он свое дело будет хорошо делать лучше всех. и он посмотрит, как у него все поменяется. Вот я на армянском тебе только что сказал, да, вот Онель, Анел Ухмас. Онель арсуньхилл Бамамаш. Что делать для того, чтобы был результат? Вот у нас очень принято делать это все, чтобы просто сделать. А если сделать, чтобы был результат, вот поменяется все, понимаешь? Человек должен любить работу свою. Он должен любить свою страну. Он должен любить вот это все, а потом после этого любить себя. Везти в человечество. Брат, знаешь, я думаю так, что вот мне 85-го года рождения, да, у меня 38, да, вот эта вся идеология, которая в нас есть, вот именно в нас сейчас говорю, это с постсоветской территории прошло, понимаешь, потому что тогда вот этот Тастиря Кутюн, который воспитание по-другому прошло, и потом, и вот это все в нас осталось, понимаешь, надо новое воспитание внести в себя, понимаешь, надо по-новому смотреть на жизнь, потому что жизнь одна, одна раз нам дана, понимаешь, вот мы родились, мам, по 38, понимаешь, сейчас закроем глаза, откроемся, дай бог, нам будет 88, например, понимаешь, 50 лет пройдет, и что мы оставим в этом мире, да, я, вот люди, если, вот ты сказал, на работе, да, вот они просто идут на работу и приходят домой, да, им, в жизни ничего не меняется, да, у него все так стабильно, день суркофильм, да, вот, это знаешь, почему, извини, я тебя прошла, когда я был в Армении, я осознал все это, когда я вышел из Армении, а потом вернулся. Вот, это у нас у всех было, да, вот, потому что это тоже по советской идеологии, которая в нас была, мы ушли, мы оставим нашу страну, это знаешь, как я всегда говорю, вот, что вот, вот ты сейчас телефон ставишь на зарядку, да, вот, зарядка оригинальная, правильно, как он зарядку дает? Быстро и сразу, и аккумулятор не портится, да, вот, когда мы уезжаем из страны нашей, да, любой человек, который живет в мире, да, он оставляет свою страну, ты на зарядку себя ставишь китайским каким-то зарядочником, который очень долго зарядку ставит, понимаешь, да, подделка, какая-то, которая портит твой аккумулятор, и ты вот в течение вот этого промежутка, который ты остаешься в другой стране, ты начинаешь понимать и ценить то, что у тебя было. Человек должен что-то потерять, чтобы потом оценить. Вот, я согласен, что человек должен какое-то время жить в другой стране. Это механизм, который делает очень хорошо, да, воспитание делает внутри, но это надо делать до 30, это нельзя делать после 30, это надо делать, когда где-то в районе 25-26, когда ты можешь где-то как-то еще пару лет от своей жизни отдать, живя в другой стране, но надо жить в своей стране. И по работе я закончу, да, вот ты сказал, смотри, человек, вот у него как день сурка, да, он ничего, просто идет на работу, приходит домой, и какой ему резон, чтобы он свою работу хорошо делал, да, мы сказали первое, что он должен любить свою работу, да, ну, если у него день сурка, и у него ничего не получается, он должен, может, это бросить и начать что-то другое делать, потому что у него, вот это на армянском, понимаешь, вот это, не знаю, как на русском это сказать, да, вот, и у кого, может, он должен что-то новое сделать, чтобы у него начался прогресс, потому что одно и то же всегда делать, и потом говорить, что, знаешь, если бы я тоже занимался одним и тем же до сих пор, это, есть специальности, которые ты можешь всегда одно и то же делать, вот ты врач, например, ты тоже всю жизнь можешь быть врачом, как у меня мама, мама, привет, понимаешь, ты это можешь сделать и остаться, но в этом мире, 21 веке, в 2023 году, вот, развито все, да, вот, человек должен найти свое, которое он должен любить, и когда ты начинаешь любить свою работу, работа тебя благодарит за это, у тебя все получается, ты должен поверить в это, а если ты будешь, как день сурка, фильм делать одно и то же и ничего не любить, у тебя жизнь пройдет и ничего не получится, я мне жаль, очень, очень важный момент, смотрю, вот, очень важная работа, то, что, может, многие не ценят и не видят, но есть такая специальность, как уборщики, да, ну, то убирают на улице, то убирает мусор, вот, как им любить свою работу, как заставить, чтобы они, грубо говоря, в прямом смысле этого слова, чтобы они убирались более ответственно, они убирались, типа, на показуху, мы сегодня с Анюшкой шли, я вот увидел, говорю, о, у нас в районе выбираются, классно, но я каждый день еду по этой дороге, я только сегодня еду, получается, они там раз в неделю убирают, или там раз в два дня в неделю, короче, я тебе понял, что сказал бы, ну, это все, ну, это на правительственном уровне должно это все как-то решаться, но я могу сказать так, что самое главное, на первом месте стоит так, что, я всегда-то об этом думал, что они должны очень много денег получать, согласно, да, и вопрос, грубо говоря, от этого, да, и я думал, что развитие страны будет тогда, когда твои уборщики будут получать большие деньги, если твои уборщики получают большие заплаты, значит, твоей стране все хорошо, но второе, кроме этого, знаешь, мы не знаем, как они, да, они тоже должны, и те же люди, которые бросают эти окурки, да, вот, это я тоже хотела сказать, бросают, вот, это отдельная тема, понимаешь, я таскаю, у меня жена всегда говорит, да, вот, хватит в эти бички, у тебя ты куришь, у тебя всегда в карманах, да, потому что, как моя бабушка говорила, да, мы маленькая страна, если 15 минут мы сядем с тобой поговорим, мы родственники с нами, правильно, я после этой идеологии не бросаю ничего, потому что мои родственники собирают, понимаешь, да, за эту землю наши братья умирали, мы сейчас эту землю портим, понимаешь, да, вот, идеология, а если я не буду бросать этот уборщик, это вы увидите, что мало мусора, потому что, значит, я уважаю его, да, он с большой любовью это уберет, потому что ему будет легче, да, 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 каждому есть, каждому человеку есть вкус очень бога, это всегда так. Ты хочешь сделать лучше мир, начни с себя. Да, да, это золотые слова. Мы сами должны любить и это все делать, любовь, 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 самый главный божий бальзам, вот эта любовь, если будет везде, если люди будут друг друга любить, и будут, и работу свою любить, жизнь, себя любить, прекраснее ставить страна, понимаешь, нет, ну, в первую очередь, надо ставить свою семью, да. Следующий вопрос, у меня волнует и очень обеспокоит этот вопрос, как сделать или как добиться того, чтобы вождение тут чуть-чуть улучшилось. Ай, брат, ай, брат. И больше ответственно быть за рулем, когда они вводят машину ответственно в процедуру проводить. Ну, это тоже, брат, какой-то, как, вопрос задаешь, который страна должен вводить, я, ну, я, как это все, я могу как вводить и сказать. Да, 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 люди должны, я вот просто думаю так же, как и он, и я вот об этих вопросах тоже думаю, я в данный момент не вожу машину, потому что я боюсь, реально, я боюсь. Ты не готов, Казим. Люди просто врежутся в меня. Когда я сажусь в такси... Мне вчера врезались, ты знаете, я вообще... Ты не рассказывала. Да, вчера мне врезались, красная Сузуки врезала вчера, и я вышел, в общем, я не понимаю, первый раз в жизни буду страховку делать, не знаю, как это все делать. А там, в общем, звоню в страховке, она говорит, можно это все онлайн делать, если ущерб, ущерб больше не двухсот тысяч баллов. Я говорю, надо там загрузить через это что-то, потом сделать что-то, я такой, я не понимаю, что делать. А этот парень, который ударил, говорит, я знаю, как это делать. То есть, ему не привыкать это делать, понимаешь, он наизусть знает. Я могу ответить на твой вопрос, брат, в первую очередь. Надо, чтобы все учились. Вот моя жена сейчас ходит на машину, да, вот она ездит на машине и учится, да, вот. Она закончила курс, вот как сейчас я делаю. Закончили там 10 раз, повозили машину, потом сдали экзамен там пару раз, и все, там, у них права нет. Она сейчас еще раз взяла, то есть, переучить, переучить, она еще раз идет сейчас, чтобы машину, то есть, научить, да. И второе, то, что мне кажется, надо убрать в нас, то есть, это эго. Какой ты молодец, что ты... И третье, что я хочу, вот я, если меня слушают наши, я думаю, что слушают наши верхушки, я предлагаю, у меня такая идея была, что... Вот я получил права, например, да, это эксклюзив, кстати, никто об этом не слушал, я получил права, мне 20 лет, например, да, я получил права. Я в первые три года не имею права, мне позволено водить машину, у которого не больше 78 лошадиных сил. То есть, мотор там слабенький, что ли? Да, слабенький, да. Пошло три года, там посмотрели, у меня мало аварий, у меня мало ничего. По статистике, да, просто... Все, мне можно ездить, то есть, у меня класс поднялся, мне можно ездить в машину свыше, там, 150 лошадиных сил, прошло 5, то есть, у тебя уже 10 лет там, все, ты можешь уже проехать, а то 20 лет сидит за рулем машины, у которой 438 лошадиных сил, брат, как он может это все сделать? И шмет, исходит с ума, да. Да, энергетика совсем другая. Да, мне кажется, надо сделать такой... Градацию, да. Градацию, да, этап, сколько лет ты ездишь, там... И знаешь, как пройдет этот момент, что, если такой загон будет, пройдет этот момент, что, например, кто-то будет просить машину, потому что у него там последний звонок или что-то. Гаишник остановил, посмотрел права, посмотрел на машине, в которой он ездит, да, вот, например, я, это не моя машина, да, у моего брата машина, например. Я посмотрел, опа, я три года получил права, машина 380 лошадиных сил, я не имею права водить эту машину, все. То есть, у меня есть 15 лет срока, в которой я езжу, например, все, базара нету, ты можешь водить хоть и 400, потому что у тебя опыт. Я считаю, что нужно... Я ответил на твой вопрос? Да, очень хорошо ответил. Я ответил на твой вопрос. Я хочу... А он ответил на твой вопрос, а он ответил на твой вопрос. Пусть будет гораздо больше, чтобы люди осознали и боялись этого. Да, не три рубля каких-то. Я недавно узнал, в Дубаях, я так называю Дубаях, в Дубаях, если ты проедешь на под красный свет, ты... А ты же другу? Не-не-не, у тебя штраф чуть ли там не 5 тысяч долларов, я конкретную сумму не помню, но там такие цифры, что ты даже доедешься в эту сторону. Да, значительные, конечно. Конечно. Дядя проехал 3 километра выше, там 150 евро было, 3 километра. Не 5-10, 3 километра. 150 евро, брат. Я тоже согласен, большие штрафы, вот я... Большие штрафы, чтобы люди боялись этих цифр, чтобы они не нарушали права. Это очень важная идея. Момента. Момента, идея. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Почему тут люди говорят нормально на то, что это ненормально? И объясняют это тем, что, ну, это Армения. Ты понимаешь, о чем я говорю. Очень часто мы встречаем явления, которые мы не соглашаемся, но мы говорим, ну, это Армения. И типа... Вот мы им делаем замечания, мы просим, вот этот, это лучше было бы исправить. Пытаемся как-то по-хорошему донести, что это уже не уровень жизни. Уже давним-давно весь мир живет на 300... Человек решает вопросы. Да, да. Президент! Ты видишь, как мы тебя, брат, любим? В общем, я сбилась. Ладно, отвечай. Это... Ты понимаешь, сейчас ты опять скажешь, вот, ну, это с давних времен. Не надо смотреть назад, я более чем уверен, потому что там нулевая энергия. Мы надо сегодня смотреть. Ну, мне кажется, это с воспитания идет. И вторая очередь идет с того, что... Знаешь, легко сказать, нет. Легко сказать, не получилось. Легко сказать, что это вот так. А трудно сказать, что получится. Трудно сказать, что да, я это сделаю. легко сказать у меня не получилось очень трудно сказать у меня получится понимаешь у меня получилось и легко всегда говорить знаете а вот так вот вот как ты сказал а вот так ничего не поменяется нет вот я всегда помню да вот раньше когда я был молодой сейчас тоже молодой но так практически что говорили да еще 40 лет эта страна будет так как осталось да я никогда не отвечал на это сейчас брат я ищу таких людей которые такой вопрос так скажут а я им говорю он и цель как сказать на русском сегодня не к тому человеку обращаешься не забудьте слова а сама играли проклинать мой звезда проклиняешь я говорю почему ты проклиняешь страну на 40 лет вперед этих детей которые еще не родились из-за того что у тебя в жизни ничего не получилось мы же знаем что ты ссор в москве тоже не всегда у тебя такси ездил эту москве у тебя ресторан мудр и почему проклиняешь эту страну вот убивает нашей стране вот эта идеология знаете вот легко говорить страна еще и страной не будет ты кто вообще-то имеешь такое говорит стране вот у меня вот мы все мои друзья знают и тоже знаешь об этом где я сижу никто не может говорить что-то стране что-то плохое не может потому что как можно называть страной матью мать армения а потом что-то говорит стране как можно вот мне скажи брат я не понимаю это идет с воспитания никто не говорил никто не брал руку горит брат нет не кидает такую осознание долги воспитания осознание сознание в сознании это не вложено брат понимаешь он это слышал от деда а потом от отца слышу а сейчас он повторяя это не понимая потому что в каждом человеке из кусочек бога нельзя человека что-то говорить ну нужно можно помогать этому человеку помочь чтобы брат ты знаешь ты где-то как-то что-то не говоришь поэтому надо любить свою страну мы опять идем никогда не открывать рот и что-то говорит стране потому что если ты называешь страной матерью матерью нельзя ли что-то говорить брат нельзя как можно мать взять что-то сказать правильно страна брат надо любить свою страну больше чем свою семью я люблю свою страну больше чем мою семью брат я стране у меня здесь такой четырехсетища прости меня моя страна я вчера тебя меньше любил чем сегодня но завтра я буду больше любить чем сейчас правильно все правильно помню 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 вообще улучшается с каждого раза все больше с утра всегда такой чуть-чуть не в себе потом приходишь в себя вопрос такой было несколько раз такое явление кто-то на публику кто-то не на публику кто-то в центральных парках города сжигали плать какой-то страны какой-то страны как ты вообще смотришь так ты относишься то что вот сжигают флаги или там каким-то образом показывать ненависть другой стране я это не воспринимаю и хочу услышать твое мнение тоже про явление брат понимаешь что хороший вопрос задаешь я тоже не имеет смысла потому что это наш это как будто ребенок взял камень бросил в тебя я смотрю на это так это очень легко взять флаг и там сжечь или встать на нем нельзя такое делать и никакой стране нельзя это делать значит это это я горюк это это действие которое я могу так охарактеризовать чтобы ребенок взял камень бросил в себя что-то что с ребенок у него сил не будет чтобы тебя его чтобы тогда получилось а с этого взять флаг и сжечь этот флаг это знает это это мне кажется идиотизм брат потому что этим если ты любишь свою страну не можешь не по-другому показать как ты любишь свою страну очень много вариантов как ты можешь подумать придумать и что будет в твоей стороне после этого надо еще так посмотреть что будет твоей стране после того как ты все возьмешь это сделаешь вот и 20 лет жжем флаги что получилось войну выиграли после этого или нам лучше стало или на папа просто пойти потешаем на пошли шайм до тешим свое это самая города что взяли вы кусочек этого ткани рожли что эмоции получили с этого лучше оружие взять пойти туда и что-то сделать чем взять какой-то и рожать хочешь доказать что-то уже сходи посмотри что не возьми иди и скажи что я хочу идти туда и помочь своим братьям которые стоят на нашей границе да вот это 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 любить свою страну а взять такое сделать а потом на стране расхлебывать что будет 20 лет флаги жжем разных стран и что да и что с этого ладно мы тебя услышали последний самый важный вопрос я хочу тебе заказ задать вот смотри заказать вопрос студию вопрос студии вопрос ссылочки будет итак смотри не представь а у тебя в данный момент без вопрос есть возможность обратиться к нашему народу да и все тебя услышит какое обращение будет у тебя давайте больше любить свою страну давайте меньше бурчать да на русском правильного весь мир меньше бурчать и меньше говорить что плохо в нашей стране больше любить свою страну больше работать больше платить налоги больше думать о стране я более чем уверен что в нашей стране все будет хорошо на поле чего не любовь самое прекрасное что можно дать своей стране одарить любовью страну и это не только кармянам это любой стране любому жителю этой планеты надо любить свою потому что жизнь она раздана тебе а ты как проводишь эту жизнь все мы пойдем тот мир в какой-то день дай бог нам всем здоровья дай бог как и ко всему миру как говорится да эти войны это все это неправильно понимаешь если какая-то любые войны заканчиваются как сидят на бумаге подписывают и когда вошли соглашение камерные договоры если в конце будет писать вот и тогда лучше без этих войн но если может быть и обратно это война должна быть чтобы ты освободился от чего-то значит война должна быть это наши деда говорили еще так так что лучше любить свою страну и я более чем уверен это любовь даст тебе больше тебе и твоей семье и твоей стране и как ты любишь говорить закончим аминь все моим другом закончили разговор не забываем как только мы набираем три тысячи лайков мы начинаем просто кошка убежала все ребятки спасибо вам большое он реально гоняется за котом все брат мой был рад с тобой пообщаться по разговаривать танюшка бог помощь бог помощь все спасибо вам тоже смотрите кстати вся информация которую мы сегодня дали рассказывали показывали по поводу его деятельности будет в описании знаете больше об армении и вот приобрести сувениры на память сейчас танюшка заходим в банк покажем медаль над который продается нашего друга вон справа и с левой стороны подходим и не хотим показать это золотой информация и стоимость так что знаете друзья пользуйтесь спасибо что вы были с нами мы это все сделали для вас чтобы вы больше знали информацию о армении о наших друзьях так что подписываемся комментируем и нажимаем на колокольчик чтобы не пропускать наши эфиры вы были на канале телеканья фэмили пока пока и фонтаны